Выгодно ли России находиться в ВТО? Нет, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский и предлагает наказать тех, кто уговаривал страну вступить в эту международную организацию. Либерал-демократы единственные, кто голосовал против, ратификация соглашения. Условия нахождения в этой организации мешают росту экономики, подчеркнул председатель партии. Например, из-за членства в ВТО выросли внутренние цены на бензин, при этом другие страны наживаются, закупая у нас дешевую нефть. «Экономическая политика России должна работать на российскую экономику», — добавил Жириновский. «Для этого нужно создать единую стратегию, которая сможет объединить действия Минпина, Центробанка, Федеральный антимонопольный и таможенный служб. Пока все эти ведомства работают обособленно друг от друга, быстрого экономического роста России не добиться». КПРФ внимательно изучила постановление, предлагаемое к законопроекту бюджета, которое Госдума рассмотрела накануне в первом чтении. Коммунисты отметили импульсы в правильном направлении, но в целом позиция партии и оценка главного финдокумента страны остаются прежними. КПРФ не поддерживает предложенный законопроект и планирует голосовать против его принятия до кардинального пересмотра основных положений. Медленный рост ВВП, пропицит бюджета не вкладывается в развитие, а оставляется прозапас. Бюджет закрепляет неравенство в стране, перекладывая налоговое бремя на кого угодно, только не на сверхбогатых, считает коммунистической партией Российской Федерации. Рассматриваемый проект бюджета, по мнению членов фракции в Госдуме, не отвечает стратегическим вызовам, стоящим перед Россией в экономике, геополитике, охране здоровья народов, его сбережений и очень слабо отражает цели, которые зафиксированы майским указом президента. Редактор субтитров А.Семкин